Продолжение следует... Продолжение следует... Заранее хочу попросить прощения за то, что мы начинаем собрание с родителями 11 классов с тематики коронавируса, но, с другой стороны, сейчас, в общем-то, это лейтмотив всей нашей жизни текущей. И, наверное, будет правильно, если мы начнем с этого, а затем перейдем, наверное, к более приятным вещам. Продолжение следует... То, так скажем, тематика коронавируса нас преследует с 1 сентября. И многие со мной знакомы исключительно по моим письмам о самоизоляции. Меня зовут Рустам Вайбурин, заместитель директора. И моя задача вкратце сказать, несмотря на то, что мы ушли на дистант, как мы будем из дистанта выходить. А вот когда мы будем из дистанта выходить, этот вопрос, наверное, пока остается открытым. Первый мой слайд, он будет немножко для того, чтобы мы тему коронавируса, ну, хоть чуть-чуть воспринимали несерьезно, в меру того, насколько это возможно. Вот такую прекрасную картинку не так давно нашел. Коронавирус – лучшее время носить брекеты. Вот особенно актуально для детей в этом возрасте. А под маской ничего и не видно, как там с брекетами дела обстоят. Но, в общем-то, шутка нужна для таких серьезных случаев. Но давайте про ситуацию. Первое, о чем хотелось бы сказать, о том, как мы, пока мы занимались в очном режиме, как мы работали с профилактикой коронавируса и как планируем работать после того, как мы снова выйдем в очный режим. У нас есть один принцип, связанный со снижением количества контактов между детьми. От той нормы, от того стандартного формата, при котором школьники-лицеисты учились в самое обычное время. И этот принцип снижения контактов подразумевает, что мы вполне себе отдаем отчет, что лицей не является единственным барьером и условием, в связи с которым человек либо заражается коронавирусом, либо не заражается. Какие бы усилия лицей не прилагал к тому, чтобы ограничить распространение инфекции, все ребята живут в крупном мегаполисе, Москва не закрывается, по крайней мере, в настоящий момент. Работают кафе, работают общественный транспорт и так далее, и так далее. И возможности заразиться, к сожалению, существует достаточно много. Тем не менее, все, что касается коронавируса, это вероятностная история. И для того, чтобы эту вероятность сократить, мы стараемся сократить количество контактов между детьми. В настоящий момент, как вы понимаете, оно минимальное количество контактов. В режиме очного обучения что предпринято? Первое, что предпринято, это постараться разделить учащихся, так называемые, реалы обитания. То есть, если раньше ученики были перемешаны, они ходили между классами и так далее, то сейчас, в этом году, мы закрепили кабинеты за учениками. Раньше такого в лицее не было, и вы это знаете хорошо. Это позволяет сократить необходимость их перемещения внутри лицея. Часто удается направление разместить на одном или на двух этажах целиком, без необходимости переходить на другие этажи. То есть, понятно, что учеников сложно остановить, да, и никаких блок-постов мы не ставим между этажами, но мы, тем не менее, рекомендуем находиться в пределах пространства, где учится направление ребенка. Мы решили, начиная с определенного момента, что если у нас будет появляться ребенок, который болеет коронавирусом, сначала наша политика по выведению контактных детей заключалась в том, чтобы мы искали этих ребят точечно, просматривая электронный журнал. Мы смотрели, кто с кем взаимодействовал, на каких занятиях, кто отсутствовал в это время, кто не отсутствовал. Иногда появлялись, конечно, ошибки, но в основном мы достаточно точно определяли весь список детей, которые контактировали друг с другом. Но в итоге этой работы получалась сложная учебная ситуация. В первую очередь это было связано с тем, что получались гибридные учебные группы. Часть детей находились дома на самоизоляции, а часть детей из той же учебной группы находились в классе. Вы можете себе представить, как неудобно работать учителю, если это Zoom, например, когда у тебя часть детей в мониторе находится, а часть детей сидят за партами. Как нужно работать в такой ситуации. Иногда онлайн обеспечить в этих условиях было в принципе невозможно, и поэтому дети, которые находились дома, просто получали самостоятельные материалы и так далее. И сейчас для того, чтобы оптимизировать учебный процесс, сделать его более качественным, было принято решение, что если обнаруживается заболевший ребенок коронавирусом, то мы также устанавливаем тех, кто контактировал, и они подаются в Роспотребнадзор и садятся на самоизоляцию, но на дистант выводятся все дети учебного потока. И это позволяет избежать гибридных групп. То есть на дистанте будут находиться и те, кто контактировал, и те, кто не контактировал. Но это позволит учиться всем в очном режиме. Это важно для того, чтобы вернуть качество образования, ну, хотя бы к какому-то приемлемому формату. При этом, конечно же, с этого дистанта те, кто не контактировал, они будут выходить безо всяких медицинских документов, а те, кто на самоизоляции, только по сдаче теста и справке от врача. Значит, далее мы старались разделить время пользования общественными пространствами, такими как клуб лицеистов, библиотека, столовая. Есть рекомендованное время для посещения разными учебными направлениями. Соблюдается это в той или иной мере. Не сказать, что всеми и хорошо, но такая рекомендация для сознательных ребят есть. Запрещены все массовые мероприятия, мероприятия более 15 человек, но при этом мы стараемся, значит, к этому относиться с каким-то минимальным пониманием для того, чтобы все-таки полностью не убить социальную жизнь в лицее, ну, вот в тот период, когда мы все в онлайне находимся. Важной и острой темой является масочный режим. И вы знаете, что университет высшей школы экономики еще сильнее заострил внимание на этом пункте. И сейчас отсутствие маски может привести к дисциплинарному взысканию. А вы знаете, что в вышке и в лицее в том числе есть порядок, что три дисциплинарных взыскания – это отчисления. Мы, конечно, не хотели бы кошмарить ребят. Мы стараемся сначала делать предупреждение, но в явных случаях, когда ребенок, которому несколько раз сказали, что все-таки маска нужна, ребенок сознательно не реагирует на эту просьбу, то может произойти и такая ситуация. Может быть выписано дисциплинарное взыскание. У нас есть на каждый случай заболевания инструкция для каждой роли. Понятно, что должен делать преподаватель, что должен делать куратор, что должен делать менеджер здания. У нас ведется ежедневный учет того, кто заболел, того, кто заболел просто ОРВИ, кто заболел коронавирусом, кто контактировал с заболевшим коронавирусом и так далее. Ежедневно такой мониторинг осуществляется нами. И если с вами что-то происходит, то, пожалуйста, сообщайте нам об этом. На период, пока мы сейчас находимся в дистанте, то информацию по ОРВИ мы не собираем. Мы собираем только информацию по заболеванию коронавирусом и контактам с теми, кто коронавирусом заболел. Если вдруг это случилось с вами, пожалуйста, сообщите об этом вашему куратору, и он передаст нам эту информацию, а мы поможем, поспособствуем тому, чтобы поликлиника, если вдруг у вас будут сложности с этим, поликлиника с вами встретилась, взяла тест ПЦР на определение коронавируса, если еще это не сделано и так далее. Спрашивают, о каком периоде выхода на онлайн-обучение идет речь. Ну, мы сейчас с вами находимся на дистанте. Я рассказываю про ту ситуацию, которая будет, когда мы вернемся в очный режим обучения и как было до того, как мы ушли на дистант. Это поскольку мы с вами встречаемся не так часто, уважаемые родители, то и у нас есть надежда, что мы выйдем в очный режим до того, как мы встретимся в следующий раз, поэтому я посчитал необходимым информацию такую вам сообщить. Значит, про то, что сотрудники тестируются на коронавирус, эта информация достоверная. Значит, один раз массовое тестирование у нас прошло в сентябре, и вот буквально завтра-послезавтра в лицее будет проводиться медицинский осмотр сотрудников, где в программу медицинского осмотра дополнительно будет включено также массовое тестирование всех сотрудников лицея на коронавирус. То есть мы эту ситуацию мониторим тоже и знаем, у кого какие сложности есть. И также у нас на сайте лицея есть раздел, который называется COVID-19. В меню слева самый первый пункт. Там мы стараемся дать ответы на актуальные вопросы. Там есть график работы дежурных администраторов, там есть контакты всех менеджеров зданий, фельдшера и так далее. То есть все люди, к которым можно обращаться в случае, когда что-то произошло, кто-то заболел, нужно вызвать врача или медицинская помощь требуется. Эта информация вся есть. Значит, это то, что мы делаем для целей обеспечения профилактики. Что мы делаем, если обнаружился ребенок, у которого есть заболевание коронавирусной инфекцией, ребенок сообщил об этом. Как я уже сказал, мы находим всех ребят, которые находились в контакте с этим человеком. Мы отправляем этим ребятам и их родителям информацию о том, что они должны самоизолироваться на две недели дома. Мы организуем перевод этих ребят на дистанционное обучение их, а также тех, кто находится с ними в одном учебном потоке, о чем я уже рассказал. Мы отправляем список контактировавших в Роспотребнадзор для того, чтобы получить предписание от Роспотребнадзора, которое затем возвращаем родителям. Это предписание является важным документом, который помогает родителям затем бесплатно в своей поликлинике, в которой ребенок прикреплен, фактически вне очереди, сдать тест на коронавирус на 10-й день с момента контакта. Мы пишем после получения этого предписания родителям дополнительное письмо, в котором фиксируем, как производится период выхода из самоизоляции, как происходит, какова логика выхода из самоизоляции. Мы проводим дезинфекцию помещений, в которых учился ребенок, который заболел. И этот акт является одним из документов, который мы отправляем обратно в Роспотребнадзор для того, чтобы предписание закрыть. И после того, как проходит две недели, мы контролируем, что в очный режим вышли ребята только те, которые сдали медицинские документы. Какие медицинские документы нужно сдать? Нужно на 10-й день самоизоляции сдать тест на коронавирус, затем получить результаты этого тестирования. И в случае, если они отрицательные, то после окончания периода самоизоляции, то есть на 15-й день, 14 дней самоизоляции, на 15-й день есть возможность пойти к врачу и получить справку о здоровье на основе этого теста на коронавирус. И вот эти две справки о здоровье и тест на коронавирус нужно отправить по электронной почте своему куратору с копией Екатерине Константиновне Боковой, нашему сотруднику, который аккумулирует эту информацию. И это является условием для выхода в очный режим обучения. Что происходит, если ребенок не успел получить за необходимые, за этот период времени, медицинские документы? Мы можем продлить период дистанта для ученика, для того, чтобы он смог получить медицинские документы в комфортный период времени, в необходимый период времени. Но выйти в лицей до получения этих документов возможности точно нет. Это правило понятно, в общем-то, с чем связано, с тем, что мы должны беспокоиться о здоровье тех, кто не заболел, кто находится в лицей на обучении. Здесь есть вопрос по тому, что в предписании нет фамилий. Значит, этот момент я должен прокомментировать. Дело в том, что предписание состоит из двух частей. И предписание фактически выписывается лицею нам, что мы должны сделать, а вторая его часть выписывается родителям. Что должен сделать родители? Это называется постановление. У родителя постановление, у лицея предписание. Значит, фамилия заболевшего ребенка и фамилия тех, кто контактировал с этим ребенком, фактически составляет врачебную тайну. В каких-то случаях это может быть секретом Полишинеля, и все все знают, но мы не имеем права разглашать эту информацию. Поэтому из того документа, который получают в лицее, мы можем отправить родителям только страницы постановления, которые адресованы именно родителям. Да, там нет фамилии ребенка вашего, но там есть номер этого постановления. И этот номер является не просто цифрой, а по этому номеру поликлиника, если она захочет убедиться в том, что действительно вы находитесь под контролем Роспотребнадзора и на самоизоляции, они по этому номеру это могут выяснить в Роспотребнадзоре по запросу. Но обычно в абсолютном большинстве случаев поликлиники, которым вы приходите и говорите, что мы находимся на самоизоляции, нам необходимо сдать тесты, вот у нас 10-й день, практически ни одна поликлиника не препятствует этому ходу событий, и не выясняет, не делает запросы в Роспотребнадзор, а есть основное распоряжение, что они должны просто дома, ну, господи, прошу прощения, не дома, а на своей базе, на базе поликлиники взять у вас тест ПЦР. В редких случаях врач выходит на дом, но чаще всего самому учащемуся необходимо приехать в поликлинику для сдачи теста. И это единственное, для чего, в принципе, может ребенок выйти из дома в период самоизоляции, только для сдачи теста на коронавирус. Спрашивают, в случае получения предписания Роспотребнадзора с опозданием, есть ли возможность сдать тест вне очереди. Вообще у поликлиник порядок такой, что если вы пришли после 14 дней с момента контакта, то они имеют право вас поставить в общую очередь, к сожалению. Да, здесь есть сложность документа оборота. Иногда от Роспотребнадзора приходит действительно постановление не вовремя, и у нас это было в процентах, наверное, в 30-40 случаев, когда они присылают не вовремя документы. Ну, здесь я думаю, что каким-то подспорьем в этом вопросе сейчас является то, что мы находимся на дистанте, и мы не выходим фактически в ближайшее время в очное обучение, поэтому вы можете позволить себе сдать тест несколько позднее и позднее получить справку, но до момента выхода в очный режим обучения. Пока сейчас, в настоящий момент, мы предполагаем 5 ноября датой выхода на учебу, пока нет других распоряжений. До этого времени, в принципе, есть возможность сдать тест, дождаться своей очереди и получить затем справку от врача. Важный момент. Есть три способа сдачи теста на коронавирус. Вот один из них, про который спрашивают, можно ли сдавать платно. Если вы считаете, что вам комфортнее сдать тест платно, вы можете обратиться в любую платную поликлинику, клинику и сдать тест и предоставить результаты этого теста. Это не проблема. Второй вариант – записаться через портал МОСРУ. Но через портал МОСРУ может записаться любой желающий в городе Москва, и по этой причине огромные очереди через портал МОСРУ. Третий способ, я о нем уже сказал, это при наличии постановления Роспотребнадзора вы можете прийти в поликлинику и фактически потребовать, чтобы вам сделали тест, установленный этим предписанием время. И чаще всего именно так и происходит, ну вот, по крайней мере, по тому опыту, который у нас есть. У нас за весь период с 1 сентября 31 ребенок был болен коронавирусом. Кто-то уже выздоровел, кто-то пока находится еще на самоизоляции. Это привело к тому, что огромное количество детей уходило на самоизоляцию. 700 с чем-то человек в общей сложности. И в основном та практика, о которой я рассказываю, была справедливей. Пишут, что в некоторых поликлиниках отказывают. Вот, пожалуйста, у нас есть фельдшер Эмилия Ивановна Мишина. Вы можете написать ей, и она в таких случаях может связаться с поликлиникой и уточнить, какие есть сложности. Пожалуйста, напишите, если вы не найдете ее e-mail, хотя это легко сделать у нас на сайте, напишите мне. И мы постараемся с клиникой связаться и помочь. Давайте я буду двигаться дальше, потому что вопросов много, но мы постараемся их саккумулировать, и потом, может быть, чуть позже я на них отвечу. И последнее, еще раз, что я хотел бы сказать, это сейчас мы с вами находимся на дистанционном режиме обучения. Тем не менее, среди вас есть немало семей, у которых лицеисты были отправлены на самоизоляцию, и в процессе самоизоляции лицей ушел на дистанцию. Это означает, что вам нужно за период, который у нас остался до возвращения в очную форму, сдать тест на коронавирус, получить справку о здоровье и прислать оба этих документа вашему куратору и Екатерине Боковой, ее e-mail сейчас находится на слайде, для того, чтобы вы могли затем, когда мы вернемся в очный режим обучения, приступить к занятиям в лице и в очном режиме. Если эти документы не будут сданы, то, соответственно, вы будете находиться на дистанте до тех пор, пока такие документы не смогут быть предоставлены. Все остальные ребята, которые ушли на дистант и не получали письма о необходимости самоизоляции, смогут вернуться к обучению без дополнительных документов. На этом я заканчиваю свое выступление. Я и так занял много времени. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, если они есть, и я на них не ответил. Мы постараемся чуть позднее, тем или иным способом, вам с этим вопросом помочь. Спасибо. Передаю следующему выступающему свое слово. Рустам Фаилович, спасибо большое. Насколько я понимаю, что слово передали мне. Представлюсь еще раз. Меня зовут Наталья Владимировна Копытова. Я заместитель директора по учебно-методической работе. Уважаемые коллеги, уважаемые родители, мое выступление будет не менее продолжительным, чем у Рустам Фаилович, так как нам нужно с вами затронуть большую часть вопросов, которые нас будут сопровождать в течение 11 класса. Класса, который будет для нас с вами решающим при поступлении в высшие учебные заведения. Поэтому прошу вашего внимания. Первое, с чего я начну, это я вам напомню календарный график обучения наших с вами ребят в течение этого года. И первое, наверное, что я должна сказать в продолжении выступления Рустама Фаилевича о перспективах выхода в очный формат в какое-то ближайшее время. Значит, что здесь необходимо сказать. Обращу ваше внимание, что мы с вами на сегодняшний день по приказу проректора, курирующего лицей, выведены на дистанционный формат обучения до 27 октября включительно. У нас с вами с 28 октября наступают осенние каникулы до 4 ноября включительно. Первый учебный день после осенних каникул, 5 ноября, как раз та дата, когда мы должны будем определить, в каком формате мы учимся. Для этой даты мы должны будем определить. Обращу ваше внимание, что не позднее 2 ноября данное решение будет. Итак, повторю еще раз, что не позднее 2 ноября мы с вами четко будем понимать, в каком режиме мы продолжаем обучение с 5 ноября, а именно продолжаем с вами первое полугодие 11 класса, вторую четверть. Хотя у нас с вами как таковых четвертей в аттестационных периодах нет. Что мне хочется отметить, почему я еще раз вам показываю календарный график, несмотря на то, что мы с вами его уже с 1 сентября имеем утвержденным на сайте официальном. Буквально недавно, день или два назад, был утвержден производственный календарь правительством Российской Федерации на 2021 год. В связи с этим есть изменения, будут внесены в приказ директора об утверждении графика. И вы видите это изменение, оно подсвечено красным цветом. Для нас с вами 22 февраля станет выходным днем, станет неучебным днем. Вы видите, что в дополнительные праздничные дни данная дата была внесена. В остальном мы не изменяем нигде, то есть мы вписались в том числе в то, что было принято в документе, о котором я только что сказала. Обратите внимание, что все сохраняется, осенние, зимние, весенние и майские каникулы. Предварительно мы поставили сроки проведения государственной итоговой аттестации в традиционном режиме, каковы они будут, это вопрос времени, то есть как бы определение этих сроков. Но я думаю, что в выступлении, возможно, Сергея Александровича Воронина прозвучат какие-то слова, связанные с тем, что когда нам ожидать вообще принятых решением по срокам. Здесь вы видите традиционные сроки, которые не касались предыдущей государственной итоговой аттестации, когда сроки были сдвинуты. Итак, обратила ваше внимание на то, что календарный график чуть-чуть изменился в связи с принятыми решениями. Сейчас обращаю ваше внимание на то, что на начало учебного года вышел приказ директора об особенностях промежуточной аттестации и текущего контроля, и я должна прокомментировать все позиции, которые касаются 11 класса. В первую очередь давайте обратим внимание на то, что когда выставляются отметки по учебным периодам, мы с вами помним, что нашими учебными периодами является полугодие, красным выделено, обратите внимание, что оценка за первое полугодие для 10 и 11 классов выставляется 31 декабря, в последний учебный день, пока данный день является учебным по календарному графику. 30 апреля будут выставлены не позднее оценки за второе полугодие 11 класса и оценки за год 11 класса. С чем это связано? Связано это с приказом о допуске государственной итоговой аттестации, поэтому в соответствии с порядком о текущей аттестации промежуточным контролем у нас с вами отметки выставляются до начала государственной итоговой аттестации не менее чем за 20 дней. Что еще мне необходимо здесь отметить? Промежуточная аттестация по зачетным модулям. Буквально в ближайшее время мы с вами столкнемся с этой аттестацией. Что является зачетным модулем? Опять же, в соответствии с порядком, с локально-нормативным актом, порядок текущей промежуточной аттестации. Зачетными модулями являются предметы, не имеющие аудиторной нагрузки. Я их сейчас перечислю. Это астрономия, основа безопасности жизнедеятельности, индивидуальный проект, а также курсы учебные факультетского дня, которые у нас с вами не вписываются в учебные периоды, буквально в календарный график, который утверждается в целом для лицея. Приведу пример. Например, у ребят на факультетском дне в апреле месяце началась дисциплина, которая закончится в октябре 11 класса. Данная дисциплина является зачетным модулем. Вот по таким дисциплинам учебным проводится аттестация в день завершения. Мы с вами знаем, что наши ребята завершают факультетский день в конце октября. Последнее учебное занятие, я сейчас вот прямо взгляну в календарь и скажу вам точно, пройдет 22 октября, так как у нас с вами 29 уже каникулярный день. 22 октября все ребята в своих дневниках должны получить отметки по учебным курсам факультетского дня. В скобочках обращаю ваше внимание, что для 11 класса по всем зачетным модулям отметки должны быть выставлены не позднее 30 апреля 2021 года. Это касается таких предметов, как индивидуальный проект, ОБЖ и астрономия. На что обращаю внимание, многих эта информация каким-то образом ускользает. Вот решили в этот раз в том числе еще раз на родительском собрании обратить внимание на это. Ребята все в том числе проинформированы и через электронный дневник, и через все возможные рассылки, каналы лицейские, официальные, которые только возможны, это и Инстаграм, и ВКонтакте, и официальная группа, что возможен зачет в качестве отметок промежуточной аттестации либо текущего контроля результатов Олимпиад или интеллектуальных конкурсов. Обратите внимание, что и у меня в презентации есть ссылка на приложение, где указана вообще перечень Олимпиад по каждому предмету, их уровень и каким образом засчитывается. Пожалуйста, еще раз ориентируйте, ребят, на данную информацию, сами тоже просмотрите, каким образом достижения в Олимпиадах, в интеллектуальных конкурсах можно зачесть по конкретному предмету в конкретный учебный период для того, чтобы представить результаты преподавателям, и эта возможность осуществлена была для лицеиста. Что очень важным является в 11 классе, впрочем, мы с вами, наверное, и в 10 классе это оговаривали, это порядок заполнения аттестатов. Буквально у нас на сегодняшний день, я остановлюсь на нескольких пунктах данного документа, порядок заполнения учета и выдачи аттестатов, каким образом выставляется итоговая отметка в аттестат, то есть каким образом будет заполнен аттестат вашего ребенка по итогам обучения в 10-11 классе на ступени среднего общего образования. Обратите внимание, что я для вас выделила пока только один пункт, который для нас значим, сейчас я его вам прокомментирую, но перед этим должна сказать, что сейчас, как проект, существует новая редакция порядка заполнения учета и выдачи аттестатов в общем и среднем общем образовании. Если данный проект будет выпущен, мы в том числе проинформируем, если будут изменения. Пока в той части, которую я анонсирую, изменений не предполагается. Итак, самое главное, что итоговая отметка выставляется по всем учебным предметам индивидуального учебного плана или учебного плана направления. По каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана, индивидуального учебного плана лицеиста с отметкой, по каждому учебному предмету, если данный предмет вынесен как предмет части, формируемой участниками образовательных отношений, только в том случае, если за два года данный предмет был прочитан в объеме не менее 64 часов за два учебных года. Приведу пример, чтобы было более понятно. Например, опять же, вернусь к курсам факультетского дня. Данные предметы наряду со всеми остальными предметами являются предметами индивидуального учебного плана лицеиста. Причем они как раз попадают под категорию учебный предмет, входящий в часть учебного плана, формируемый участниками образовательных отношений. То есть буквально лицей, не федеральный государственный образовательный стандарт, определил данные предметы в учебном плане направления, откуда уже мы с вами сформировали индивидуальные учебные планы. Вот как раз в той части, например, факультетского дня, у нас есть ряд предметов, которые по объему менее 64 часов. Таким образом, данные предметы не попадают в перечень предметов с отметкой. Я сейчас скажу, что с ними будет дальше, но пример вам привела. Например, факультетский день, учебный курс, объем которого менее 64 часов, не попадет с отметкой в аттестат. А куда же он попадет? Он попадет в отдельный лист приложения к аттестату под заголовком «Дополнительные сведения», где будут перечислены данные предметы без отметок. То есть буквально будут зафиксированы наименования дополнительных сведениях, что ребенка прошел такой курс, и дальше идет перечисление. Следующее. Каким образом по предметам, которые у нас с вами с отметкой попадают в аттестат, выставляется итоговая отметка. Обращаю ваше внимание, я в том числе привела пример. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое, полугодовых и годовых за 10 и 11 класс. Обращаю ваше внимание. То есть по 6 отметкам. У нас с вами есть в том числе предметы, которые, например, заканчиваются в первом полугодии 11 класса. Значит, отметка будет выставлена по 5. Если мы с вами прослушивали курс, например, биологии, получается у нас с вами, например, только в 10 классе, у нас с вами есть первое полугодие и второе полугодие, и годовая отметка, то тогда по 3 отметкам. Причем обратите внимание, что по той части предметов, которую ребята уже завершили, например, по ряду направлений у нас предметы естественно-научного цикла, завершены в 10 классе, уже в разделе итоговой отметки вы увидите эту отметку в электронном дневнике. Сейчас буду рассказывать об особенностях предметов, в том числе, которые у нас с вами не имеют аудиторной нагрузки, но при этом мы с вами в качестве зачетных модулей получаем за них отметку. И первый предмет – это индивидуальный проект. Вы видите сейчас на презентации основные дедлайны и комментарии к ним. Сейчас вместе с нами присутствует также заведующий кафедры исследований и проектов Шибалина Дарья Валерьевна. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, впрочем, как и по любому слайду, который я сейчас комментирую, пожалуйста, пишите в вопросах, мы обязательно ответим. Что нужно отметить для всех, то есть в общем порядке. У нас с вами приближается защита индивидуальных исследований и проектов. Пройдут данные защиты в онлайн формате 24, 25 и 26 ноября. Материалы для защиты должны быть загружены в системе 2359 не позднее 5 ноября. То есть финальные все материалы, которые требуются к защите, должны быть загружены не позднее 5 ноября. Обращаю ваше внимание, что когда мы с вами будем проходить, ребята будут проходить защиту в онлайн формате, потребуется использование камеры. То есть буквально одним из параметров, Дарья Валерьевна, меня уточнить, если что, в чате, есть публичное выступление, которое оценивается. Поэтому давайте позаботимся заблаговременно. Если требуется, пожалуйста, обращайтесь в адрес. Я сегодня на слайды выведу все контакты, к кому нужно обращаться. Если вдруг есть какие-то сложности с оборудованием у ребенка. То есть лицей поможет в каких-то количествах, если у ребят, ребята испытывают сложности. Ну, например, отсутствие камеры как таковой. То есть мы будем готовы обеспечить на время проведения защит или на какой-то промежуток, который требуется, ребят камерами. Где нет, можно посмотреть всю информацию. Как пройдет информирование, вы видите сейчас у меня на слайде. То есть все ссылочки актуальные. Что нужно отметить? Сейчас я говорила для всех тех ребят, для тех лицеистов, которые допущены до защиты. То есть буквально эти ребята имеют зачеты по первому и второму полугодию десятого класса. К сожалению, среди лицеистов есть небольшое количество ребят, которые не имеют допуска до защиты, а именно имеют не зачеты по одному из периодов десятого класса, либо и по одному, и по второму, и по первому, и по второму полугодию. Ситуацию еще можно изменить. Кафедра исследований и проектов эксперты этой кафедры находится в доступе. До 21 октября можно ситуацию исправить, дослать необходимые материалы и получить допуск до защиты. Пожалуйста, сегодня уже 19 число. У нас с вами осталось буквально сегодняшним днем еще три дня для того, чтобы коренным образом ситуацию эту повернуть, и можно было лицеисту выступать, буквально защищать свою работу уже в числа, которые вот обозначены 24, 25 и 26 ноября. Кроме индивидуального проекта, у нас с вами есть такие предметы, начну с нижней части слайда, как основу безопасности жизнедеятельности и астрономия, которая не имеет аудиторной нагрузки. По основам безопасности жизнедеятельности мы с вами знаем, что, и мы это уже в 10 классе говорили, традиционно проходят тренинги очные. Мы с вами знаем, что концепция курса такова, что ее изучают не за партой, а буквально отрабатывая конкретные навыки безопасности. Пока планово, даты вы видите на слайде, они начинаются в ноябре. Насколько нам позволит эпидемиологическая ситуация, будем смотреть. Опять же повторю, что 2 ноября, не позднее 2 ноября, будет ближайшее решение, принятое по формату обучения. Если данные даты будут невозможны, мы будем по возможности переносить на более поздние сроки, но при этом у нас есть альтернативный вариант. На сегодняшний день это онлайн-курс по ОБЖ, который находится сейчас в записи. Если мы, к сожалению, до конца учебного года не сможем воплотить в жизнь данную активность по основам безопасности жизнедеятельности, будем вынуждены перейти в онлайн-формат, и в том числе и здесь. Пока мы не планируем этого и надеемся, что у нас появится период, вы видите, нам нужно всего 5 четвергов для того, чтобы с ребятами поработать, будем надеяться, что это все-таки у нас получится. Даты пока установлены предварительно. При переносе мы обязательно проинформируем всех заблаговременно. Астрономия. Еще один курс, который у нас с вами считается полностью в онлайн-формате с использованием онлайн-курса. Доступ ребятам открыт уже с 1 августа. Они с 1 августа уже могли пройти этот курс, ну, буквально изучить и завершить его. Нужно понимать, что завершение необходимо будет осуществить до 31 марта. Что под завершением, я понимаю. Необходимо просмотреть все ролики. К каждому ролику есть вопросы. Они не влияют на итоговую оценку, но необходимы для закрепления материала по каждой теме. В конце данного курса есть итоговый тест с, как раз с вопросами, по результатам которого выставляется отметка, одна единственная, которая уходит в аттестат. Итоговая отметка по астрономии. Да, отметка по астрономии идет в аттестат. Данный предмет является обязательным, буквально закреплен в обязательной части учебного плана. Несмотря на то, что объем его составляет 34 часа, данная отметка пойдет в аттестат. Что еще необходимо сказать? Диагностические работы и тренировочное итоговое сочинение. О самом итоговом сочинении будет говорить Сергей Александрович. Следующее выступление как раз у нас будет посвящено государственной итоговой аттестации. Диагностические работы всегда планово у нас стоят на первом полугодии в ноябре-декабре, то есть во второй четверти. График их уже утвержден. У ребят в электронном дневнике данный график уже размещен. Необходимо посмотреть. Опять же, все даты есть. Единственное сейчас под вопросом находится формат проведения. То есть если мы будем в очном формате, это будет один формат. Если мы будем с вами находиться на дистанционном формате, то тогда вы увидите, что это либо синхронный, либо асинхронный контроль. Сегодня мы с этими понятиями еще встретимся. Я на них остановлюсь. Тренировочное итоговое сочинение также будет проведено. Запланировано данное тренировочное итоговое сочинение на четверг, первый, буквально ближайший четверг после выхода с каникул. Мы с вами выйдем 5 ноября. Это как раз будет первый четверг. И вот в следующий четверг, 12 ноября, будет проходить тренировочное итоговое сочинение. Оно будет проходить в онлайн-формате. Это уже совершенно точно, даже если, предположим, мы выйдем в очный формат. Все детали, комментарии о том, как это будет проходить, ребята получат. И вы в том числе увидите в объявлениях в электронном журнале. Сразу же скажу о том, что будут утром выданы темы, подготовленные кафедрой словесности. В течение 4 часов ровно будет указан дедлайн, начало дедлайн, окончание. По завершению данного дедлайна, 4-часового, мы пишем с вами итоговое сочинение, кафедра примет все работы на проверку с последующей оценкой и комментариями для каждого лицеиста. Тренировочное итоговое сочинение мы пишем по желанию, то есть все имеют возможность в нем принять участие, но при этом обязательно мы не делаем этого. Поэтому мы будем всем рекомендовать принять участие. Я думаю, что вы, как родители, тоже можете на этом настаивать. Обратите внимание, что у нас есть другая дата. Это 14 ноября, субботняя дата. Она относится только к дизайну, к направлению дизайн, так как ребята у нас в четверг учатся, а во вторник у них факультетский день. То есть буквально у них один единственный свободный день – это суббота. Поэтому для всех 11-классников, всех направлений, кроме дизайна, 12 ноября, для всех остальных – 14 ноября. И последнее. Вы все знаете, что мы традиционно в ноябре месяце проводим индивидуальные консультации для родителей с преподавателями, с преподавателями, которые ведут у ваших лицеистов. Все это запланировано уже с 9 ноября по 28-й пройдут данные индивидуальной консультации. Запись на них тоже откроется в ближайшее время, пока дата 9 ноября нам позволяет это делать. Буквально за неделю до начала вы сможете записаться на индивидуальные консультации для того, чтобы мы делаем это заблаговременно, чтобы в том числе и преподаватели посмотрели и были готовы к встрече по ситуации по конкретному лицеисту. Еще раз, с 9 по 28 ноября пройдут индивидуальные консультации для родителей. Сейчас я перейду ко второй части, буквально к особенностям проведения учебных занятий и текущего контроля в дистанционном формате. Это то, с чем мы сейчас с вами сталкиваемся, и то, с чем мы с вами столкнулись еще в прошлом году, в конце, то есть буквально завершая учебный год 10 класса. Пожалуйста, по первой части и по той, что я сейчас буду рассказывать, пишите в вопросах все необходимые комментарии. Возможно, у вас возникли вопросы, я на них обязательно отвечу, чтобы сейчас не тратить время в эфире. На все вопросы отвечу. Итак, все, что касается организации дистанционного формата. Андрей Юрьевич, а я еще там не закончила. Можно мне вернуть пока презентацию? Это в самом конце будет. Файлик, который вы мне подгрузили. О, спасибо огромное. Итак, да, я сейчас сама все настрою. Спасибо. Секундочку. Итак, обращу ваше внимание, что так как мы с вами уже второй год подряд вынуждены находимся в периодах дистанционного формата обучения, у нас есть ряд изменений по проведению занятий в дистанционном формате. Я сейчас на них обращу внимание, так как мы с вами уже в прошлом году это пережили. По отношению прошлого года есть отличия, связанные с тем, что на сегодняшний день все учебные занятия, запланированные в соответствии с расписанием, проходят в синхронном режиме, имеются в виду буквально контактной работе с преподавателем. Единственное, что на данный вид работы есть ряд рекомендаций для преподавателей, связанные с продолжительностью проведения и с форматами проведения. Итак, все занятия у ребят по расписанию проходят в формате синхронном, то есть в работе с преподавателем, с помощью видеоконференц-связи, при этом в соответствии с требованиями САНПИНА, учебное занятие с использованием как раз вот монитора, как мы сейчас с вами в том числе работаем, должно быть в течение урока не более 35 минут. Все преподаватели оповещены об этом, то есть обязательно после 35 минут должен быть организован перерыв. У нас с вами, вы знаете, перерывы после 40 минут, то есть вот здесь обязательно, чтобы после 35 минут ребятам давали возможность отдыхать. Дальше. Всем преподавателям рекомендована смена форматов проведения, то есть если занятие начинается, это еще не говорит о том, что оно в течение 35 минут и дальше продолжающихся 35 минут после перерыва должно быть исключительно в лекционном формате. Это могут быть и форматы групповой работы, и форматы асинхронной работы, то есть буквально ребенок может не находиться за монитором, и это приветствуется, то есть для того, чтобы снизить нагрузку и время, продолжительность буквально нахождения перед монитором. Вот это все от продолжительности до форматов проведения рекомендовано преподавателям. Дальше. В обязательном порядке, как и в прошлый раз, все материалы урока, ну, предположим, ребенок отсутствовал на учебном занятии, мы с вами в том числе в этом режиме, у нас есть причины, по которым мы можем отсутствовать, например, уважительные причины, например, ребенок заболел, все материалы урока самого размещаются в электронном дневнике, в разделе дневник, также все домашние задания, как и положено, то есть как и при очном формате, точно так же размещаются там же. По оцениванию. Я буду сегодня останавливаться отдельно, так как эта тема заслуживает особого вообще внимания, так как все оценивание проходит в онлайн-формате, и это еще более сложно, чем форматы самих занятий, так как здесь можно все-таки играть на различных вариантах. К оцениванию в том числе мы разработали ряд правил, ребята с ними ознакомлены, и я сегодня пробегусь в том числе по ним, чтобы вы увидели, зафиксировали для себя, и если будут вопросы, я смогла на них ответить. Что необходимо сказать? Вот я сегодня уже говорила о том, что для защиты индивидуальных проектов, индивидуальных исследований потребуется включение в формате видеоконференции для защиты, то есть защита будет синхронная, очная, через различные платформы, скорее всего, что в основном это будет платформа Zoom, ребенку потребуется камера. Возможно, что уже на сегодняшний момент не только к защитам, но и сейчас ребята испытывают сложности с оборудованием. Пожалуйста, здесь вы видите на слайде, были вопросы про презентацию, презентация в обязательном порядке будет размещена в электронном дневнике, как только закончится родительское собрание. Вы видите службы технической поддержки, они организованы в совершенно различном формате, для того, чтобы ребята могли или родители обратиться в более удобную для них службу. Во-первых, работают волонтеры из числа лицеистов для того, чтобы помочь ребятам, возможно, разобраться где-то в том числе и с программным обеспечением, которое необходимо для включения в занятия. Существует техническая поддержка из числа взрослых, которые у нас организованы. Обратите внимание, она у нас с вами по зданиям. При этом ограничений, конечно, нет, вы можете к любому специалисту обратиться, но лучше для того, чтобы, возможно, чуть оперативнее получать ответы, обращайтесь к коллеге, который закреплен за конкретным зданием, где учится ваш ребенок. Вы видите, да, и Большой Харитоневский представлен, и Солянка, и Лялин, и Колобовский. У нас сейчас с вами математики находятся 11 класса на Колобовском. Тоже вот этот контакт есть. Также я вот видела буквально в самом начале собрания, в чате появлялись вопросы, связанные, ну, например, с таким, что необходимо учитывать небесперебойность в сети интернет, да, что возникают различные случаи, там, с исключением электричества, там, с временными перебоями в работе интернета, и, к сожалению, преподаватели, возможно, ну, как бы не уловили это, может быть, ребенок не сказал, или какие-то другие причины были, выставили отметку, единицу за отсутствие или за какие-то другие возможные вещи. Вот по всем таким вопросам, которые есть, коллеги, уважаемые родители, пожалуйста, обращайтесь в... Вот у нас такая горячая линия организована для того, чтобы мы могли оперативно решать вот такие различного рода обращения, проблемы возникающие. Это и технического, и содержательного характера. Вы видите, да, на сайте представлена, во-первых, электронная почта для таких вопросов, данная кнопочка находится на самой главной странице официального сайта. Как только вы заходите к нам, сразу же при нажатии на эту кнопку вам предоставляется возможность написать в адрес как раз горячей линии вопрос, и мы стараемся отвечать тут же. То есть если это рабочий день, то в течение рабочего дня, если вы пишете вечером, то мы на следующий день сразу же отвечаем и разбираемся в ситуации, которые, возможно, вызвали у вас сомнения либо проблемы. Пожалуйста, пользуйтесь, мы ждем ваших вопросов оперативно, потому что мы с вами еще вот пока до 27 октября включительно находимся в дистанционном формате. В любое время, пожалуйста, обращайтесь. По технической части я еще раз назвала, что есть из числа волонтеров, ребят у нас, ребята-помощники, есть в том числе и служба технической поддержки, есть числа взрослых. Наверное, что не сказала. Все, что касается вот как раз оборудования, в первую очередь, пожалуйста, здесь к взрослым обращайтесь, потому что взрослые прекрасно понимают, каким образом этот вопрос решить. То есть если необходимо в адрес конкретного лицеиста обеспечить оборудование, то это только служба технической поддержки из числа взрослых. Что мы сейчас с вами... Я о некоторых особенностях заполнения электронного дневника уже сказала, когда говорила вообще об организации учебного процесса в дистанционном формате. Обратите внимание, что в электронном дневнике заблаговременно лицеисты получают материалы уроки «Домашнее задание». Далее, не позднее, чем за один день до занятия, ссылку на видеоконференции во вкладке «Онлайн уроки». И не позднее десяти календарных дней отметки текущего контроля с дня его проведения. Требования, которые буквально зафиксированы по заполнению посещаемости в электронном дневнике около фамилии имени лицеиста, будет появляться НКО в том случае, если лицеист не подключился к видеоконференции, в том случае, если у нас с вами формат занятия синхронный, потому что исключением из всех синхронных форматов, я вам сказала о том, что все занятия проводятся в синхронном формате, являются занятия в асинхронном текущем контроле. Сейчас я тоже об этом буду говорить. Это пример вам приведу. Ну, например, на конкретное занятие запланирована самостоятельная работа, где участие преподавателя не требуется. Буквально в дневнике ребенок видит, что на эту пару у него запланирован асинхронный текущий контроль, к нему четко прописаны параметры, когда он начинается, когда необходимо все сдать, тогда не проводится видеоконференц-связь. Вот в этом случае у учеников просто появляются оценочки в этой колонке. Все занятия в синхронном формате фиксируются по режиму буквально подключения ребенка к видеоконференции. Что здесь необходимо отметить? Опять же, в качестве рекомендации, и это очень важно, если ребенку пропускная способность интернета, присутствие камеры, то есть наличие камеры как таковой позволяет включаться в видеоконференцию не с черным экраном, а в формате буквально с включенной камерой, пожалуйста, мы ребятам очень всегда просим включаться в учебное занятие не с черным экраном, а с присутствием с личной. Буквально на занятиях преподавателям это регулируется. Возможно, часть преподавателей не настаивают, но общая рекомендация все-таки быть с видео, если вам позволяет техническая оснащенность. По посещаемости при асинхронном текущем контроле, вот то, что у меня тут такие особенности выделены, я уже сказала, что это единственное занятие, которому у нас проходят без отметки посещаемости, так и буквально эта колоночка потом заполняется отметками. Вот сейчас, Андрей Юрьевич, если можно, последний слайд, который, по которому я сейчас пройдусь, это как раз текущий контроль. Мы все в большой надежде на то, что мы все-таки в очный формат выйдем в какое-то ближайшее время, ну, ближайшее, не ближайшее, но в преддверии промежуточных отметок за первое полугодие, но пока нам такой возможности не предоставляется, разработана памятка по поводу того, как организуется текущий контроль, то есть все работы констатирующего типа, работы творческого типа, если они проводятся, не самостоятельно выполняются ребятами, либо формирующие работы, например, проверочные работы, самостоятельные работы с использованием дистанционных технологий. Я сейчас не буду останавливаться, прям читать по этой памятке, но обращу ваше внимание, что данная памятка размещена на официальном сайте, в электронном дневнике, то есть для всех, и для ребят, и для родителей. Я сейчас только обращу ваше внимание, что описано, то есть буквально какие сценарии описаны в этой памятке. Во-первых, когда может проводиться текущий контроль, то есть то, что я вам сегодня уже говорила, при контактной работе с преподавателем и во время самостоятельной работы учащихся. По видам текущего контроля, ну буквально он разделен на письменный и устный, и к письменному, и к устному текущему контролю есть разделение на синхронный и асинхронный контроль, и для каждого данного типа определены режимы продолжительность, а также каким образом вы это фиксируете в электронном журнале. Приведу пример одного, а дальше вы уже самостоятельно посмотрите. Например, мы проводим письменный синхронный контроль, это имеется в виду, что запускается видеоконференц-связь, продолжительность, видите, указана не более 235 минут, это максимальная, которая, возможно, без перерыва такая, вряд ли у нас проходится, но верный предел мы должны поставить. Обязательно учащимся до начала контроля объявляется продолжительность, например, 35 минут, 30 минут, 15 минут. Временем начала письменного текущего контроля является момент отправки учащимся заданий. Дальше, обратите внимание, что в электронном дневнике сразу же время проведения синхронного письменного текущего контроля определено, то есть ребята заранее знают, что в это время все начнется, они получат задания, должны с ними справиться за определенное время и вернуть его, то есть преподаватель в том числе скажет, куда высылать готовые задания. Возможно, это будут задания в том числе в автоматизированных системах, то есть буквально в тестах электронных. Такое тоже у нас практикуется по ряду предметов. Точно так же по всем видам контроля письменному и устному заданы данные параметры, как пример я сейчас привела, письменного синхронного, вы видите устный синхронный, устный асинхронный. Дальше четко определен параметр возможности использования ресурсов. Все мы с вами понимаем, что это требовалось буквально закрепить, так как мы находимся с вами не в аудитории, а находимся самостоятельно в разных местах, поэтому по решению преподавателя четко определяется круг перечень учебной использования ресурсами, которые можно пользоваться, а также тут же вы видите, что описаны некоторые санкции за нарушение порядка проведения текущего контроля. Обратите внимание, что это использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, о котором я только что сейчас сказала. Дальше попытка общения с другими учащимися или иными лицами, намеренное отключение от видеоконференции или переключение вкладки браузера, иные нарушения. Обращу ваше внимание на то, что часть позиций по нарушению порядка здесь в том числе привязаны к системам прокторинга, которые пока мы не использовали. То есть буквально для того, чтобы провести контрольную работу с использованием прокторинга, там мы буквально явно могли бы увидеть, какими вкладками ребята пользуются, какими ресурсами. То есть из того перечня, который возможен, да, это все возможно. Но, к сожалению, бывает такое, что ребята пользуются и сторонними ресурсами, которые запрещены. Пока мы не проводили ни одной работы с использованием прокторинга, ни синхронного, ни асинхронного. Пока такую возможность преподавателям не предоставляли. Посмотрим, вот насколько затянется период. Если будет необходимо, будем включать в том числе и данную возможность. Дальше. Обратите внимание, что четко прописано, что является явкой на текущий контроль. Также определены особенности участия в текущем контроле. То есть буквально отказ от участия в текущем контроле по состоянию здоровья, что возможно. Как проставляется оценка в случае отказа от участия в текущем контроле по разным причинам. Также зафиксировано. Что является уважительными причинами неявки на текущий контроль. Тут чуть-чуть прокомментирую, чтобы было понятно. Болезнь у нас с вами как... То есть мы с вами знаем о том, что всегда в любом учебном периоде болезнь, подтвержденная документально, является уважительной причиной. Если данные... Если продолжительный лицеист у нас находится госпитализирован или находится на больничном, более 50% от учебных занятий ему предоставляется возможность продления промежуточной аттестации. То есть буквально по завершению, например, первого или второго полугодия относительно где он болел, то есть в каком из полугодий ему предоставляется срок для сдачи как раз вот недостающих работ для того, чтобы получить отметку за первое полугодие, например, если он в первом полугодии болел. Болезнь, да, это уважительная причина. Дальше. Участие в конкурсах олимпиадов в соответствии с тем перечнем, который я как раз называла, да, то есть который утверждается на момент первого сентября. Иные причины. Несмотря на то, что здесь второй пункт, я третьим пунктом обозначила. Обращаю ваше внимание, что под иными причинами мы понимаем причины непреодолимого характера. Ну, например, я сейчас вам приведу пример. У нас ребенок в период пандемии не смог выехать из другой страны и приступить к очному формату обучения. При этом на сегодняшний момент у него в том числе разница по времени с Москвой достаточно серьезная для того, чтобы осуществлять учебные занятия в тот период, который есть. Вот это и является причиной уважительной для различного ровода неявок на текущий контроль, а вообще переносов различных по времени прохождения и учебных занятий текущего контроля. Дальше. Обращаю ваше внимание, что четко зафиксировано, как определяется оценка неявки, процесс оценки текущего контроля. Опять же повторю, что это не позднее 10 календарных дней после проведения контроля. А также отдельно, последним пунктом, тоже обращаю ваше внимание, на консультации. Все мы знаем, что самый большой недостаток, который буквально невозможно никаким образом компенсировать, это буквально наше с вами очное общение, особенно преподаватели с лицеистами. То есть вот в этом самый большой минус всего того, что происходит с нами в дистанционном формате обучения. Поэтому все лицеисты знают, что преподаватели откликаются в том числе на индивидуальные консультации, в моменты которых можно получить рекомендации, в том числе пояснения по работам, рекомендации по дальнейшему обучению, возможно, что-то нужно доделать, подправить по работе одной, по второй, возможно, в целом по предмету. Пожалуйста, лицеисты к своим преподавателям обращаться могут для того, чтобы буквально в таком же онлайн-формате, как урок, встретиться, если вдруг возникли вопросы. Точно так же это можно и решать путем различных мессенджеров, если не требуется онлайн-включение преподавателя на вопрос, который появился у лицеиста. Такая возможность есть. Еще раз попрошу, это некая, но компенсация, вот буквально отсутствие нашего взаимодействия очного. Коллеги, у меня все. Я тоже сейчас подключусь к ответам на вопросы. Передаю слово, насколько я понимаю, Сергею Александровичу, возможно, ошибаюсь. Спасибо всем большое. Добрый вечер, уважаемые родители, коллеги. У меня не такое длинное выступление, оно касается государственной итоговой аттестации, но прежде, чем перейти к обзору того, что в этот вопрос входит, я бы хотел несколько акцентов расставить. Тот формат, в котором государственная итоговая аттестация проходила в 2020 году для выпускников прошлого года, он уникальный, и под это дело выпускались соответствующие нормативные документы федерального и регионального уровня. В частности, неоднократно менялось расписание, в частности, отменялись обязательные предметы и так далее. Вот эта ситуация носила абсолютно уникальный характер, и она во всей нормативно-правовой базе отражалась с пометкой 2020 год. Поэтому, если говорить о государственной итоговой аттестации в настоящий момент, то мы должны руководствоваться и руководствуемся собственно теми документами, которые этот процесс регламентировали в нормальных условиях, то есть на основании нормативных документов, принятых до 2020 года. На первом слайде, который вы сейчас видите, они перечислены. Поэтому говорить о том, изменится ли что-то, будет ли повторен формат 2020 года в 2021 году, но поверьте, сейчас говорить смысла никакого нет. Есть только одна надежда, что в связи с тем, что опыт изменения нормативно-правовой базы прошлого года, если такое понадобится в 2021 году, а будем считать, что все-таки не понадобится, он будет более оперативно реализован. Пока, повторюсь, мы руководствуемся нормативными документами, которые были приняты ранее, до 2020 года. Итак, обратите внимание, основными документами являются три. Это федеральный закон об образовании Российской Федерации, который четко говорит о том, что государственная итоговая аттестация проводится исключительно в формате единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена для определенной категории выпускников. Более детально всем, что связано с процессом проведения итоговой аттестации и единого государственного экзамена описывается в совместном приказе Министерства просвещения и Рособранадзора еще ноября 2018 года, который носит название «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». И, по сути, этот документ основной. Ну и для Москвы достаточно важным документом являются правила предоставления электронного сервиса запись на участие в ГИА и итоговом сочинении. Вот эти три документа основные, ну и отталкиваясь от них, я буду, собственно, говорить о ключевых моментах государственной итоговой аттестации 2021 года. Итак, условием допуска ГИА остается, собственно, то, что сформулировано и в федеральном законе, и в порядке, о котором я говорил. В государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, который, а, не имеет академической задолженности, и, б, в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если не иное, не установлено вот тем порядком, о котором я говорил. То есть на момент допуска, а Наталья Владимировна в своем предыдущем докладе говорила о том, что допуск у нас должен произойти в самом начале мая, поэтому до 30 апреля 2021 года за второе полугодие 11 класса и за год должны быть выставлены отметки. То есть на момент, повторюсь, допуска академических задолженностей быть не должно. Если они имеются, то это автоматический недопуск государственной итоговой аттестации. У нас практически каждый год такие случаи, к сожалению, бывают, но они, поверьте мне, абсолютно единичный и уникальный характер имеют. Поэтому мы надеемся, что ГИА, выпускники 11 класса этого года, у нас будут допущены всем. Ну и вторым условием, которое уже на протяжении ряда лет является таким же важным, является зачет за итоговое сочинение. Прошу прощения, здесь итоговое собеседование написано. Конечно же, итоговое сочинение. Следующий слайд, пожалуйста, Андрей Юрьевич. Итак, обратите внимание, я уже говорил, что основной формой проведения государственной итоговой аттестации является единый государственный экзамен. Хотя для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, которые подтверждены либо заключением Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Москвы, либо справкой об инвалидности, возможно проведение государственного выпускного экзамена. Это также форма итоговой аттестации. Но вот за все годы существования лицея в этой форме ни один выпускник 11 класса итоговую аттестацию не проходил. Поэтому мы ориентируемся все-таки на проведение ее в формате сдачи единого государственного экзамена. Итоговое сочинение, которое является, напомню, одним из условий допуска к итоговой аттестации. Итоговое сочинение проводится основной день первую среду декабря 2020 года. Это второе декабря в этом году. Ну и, соответственно, предусмотрено еще два резервных дня. Это первая среда в феврале и первая среда, если она не выпадает, на праздничный день в мае. По опыту, опять-таки, предыдущих лет, более 95-97% выпускников 11 класса сдают итоговое сочинение в основной день, то есть в декабре. И также мы ориентируемся на эту дату в этом году. Никаких уточняющих моментов, связанных с возможным дистанционным форматом или еще каких-то других изменений формата сдачи итогового сочинения в настоящий момент нет. И как только подобные документы возникнут, поверьте, оперативно очень и до ребят, и до вас, родителей и законных представителей, эта информация будет доведена. Ну и если говорить о едином государственном экзамене, то основной период сдачи ИГЭ – это конец мая, ну и примерно до 20-х чисел июня 2021 года. Опять-таки, ориентируемся, что никакого переноса не будет. Какие требования к прохождению государственной итоговой аттестации и, соответственно, к получению аттестата в среднем общем образовании фиксируются в том порядке, о котором мы уже неоднократно говорили сегодня? Во-первых, остается в качестве обязательного условия получения аттестата – это успешная сдача единого государственного экзамена по двум обязательным предметам. Таковыми являются русский язык и математика. Причем математика, чтобы не повторяться дальше, уже на протяжении третьего года должна сдаваться исключительно в одном формате. То есть возможно выбрать либо базовый, либо профильный уровень. Ну и кроме того, кроме этих двух обязательных предметов, возможен выбор любого из оставшихся 13 предметов, которые вынесены в формате единого государственного экзамена. На моей памяти максимальное количество экзаменов по выбору, которые выбирали выпускники лицея, нашего лицея, было 8. Это вместе с русским языком и математикой. Хотя, повторюсь, потенциально можно выбрать все 15 предметов, ну и, соответственно, важно, чтобы они уместились в расписание со всеми резервными днями. Прохождение минимального установленного порога баллов, необходимых для сдачи русского языка и математики, позволяет претендовать на получение аттестата. В отличие от предметов по выбору, где не набор нужного минимального количества баллов, не является препятствием для получения аттестата в случае, если успешно сданы русский язык и математика. На протяжении 4-3 года подача заявлений на государственную итоговую аттестацию, на выбор предметов ЕГЭ и на итоговое сочинение осуществляется на портале мэра Москвы, он называется портале мост.ру. Уже более двух недель назад информация была размещена в электронном журнале, в группе ВКонтакте, продублирована через кураторов и руководителей направления, ребятам непосредственно на их контактные адреса электронной почты, с просьбой начать эту регистрацию. Вообще регистрация на портале МОС.ру, повторюсь, на подачу заявления, на написание итогового сочинения и выбор предметов для сдачи ЕГЭ, началась в самом конце сентября. Обратите внимание на сроки, которые необходимо соблюсти для того, чтобы эти заявления были приняты. На итоговое сочинение подача заявлений возможно вплоть до 18 ноября 2020 года. Если кто-то из ребят вспомнит о том, что это нужно сделать 19 ноября, то заявления принято не будет. И, соответственно, допуска до государственной итоговой аттестации также не будет. Я буквально каждый день мониторю ситуацию с подачей заявлений, поскольку есть доступ к базе поданных заявлений. У нас в настоящий момент за эти две с половиной, скажем, недели, когда открыто окно подачи, для подачи на МОЗ.ру, воспользовались этим правом около 250 11-ти классников из более чем 750, которые у нас обучаются. Ближе к сроку окончания подачи заявления мы будем выходить, ну, извините, в ручной режим управления этим процессом и через кураторов лично на почту, на телефон будут приходить сообщения тем ребятам и родителям, кто до сих пор не сделал это. К сожалению, возникает ситуация редко, к счастью, когда открытый личный кабинет участника государственного итога, участника ГИА, не позволяет подать заявление. Мы в этом случае, лицея, я имею в виду, сделать ничего не можем. По вопросам технического подключения к личному кабинету я всегда советую обращаться в ближайший многофункциональный центр. И там уже на личном приеме подается заявление, открывается личный кабинет участника. Не хотелось бы вдаваться в детали, но возможность зарегистрировать на государственную итоговую аттестацию есть и у родителей. То есть родитель из своего личного кабинета может подать заявление на итоговое сочинение для своего ребенка, либо на выбор предметов ЕГЭ. Но я неоднократно и во всех информационных рассылках указывал, что более правильным вариантом является открытие личного кабинета непосредственно самим учеником. Здесь следующая тонкость. Подать заявление родитель может, но в этом случае в личный кабинет родителю не будут приходить результаты сдачи единого государственного экзамена либо написания итогового сочинения. И невозможно будет в случае определенных ситуаций подать апелляцию по полученным баллам. Это возможно сделать только из личного кабинета участника. Поэтому настоятельно рекомендуем каждым выпускникам открыть личный кабинет на портале mos.ru. А причем нет необходимости обязательного условия иметь московскую регистрацию для того, чтобы воспользоваться этим порталом и этой услугой. Регистрировать можно в том числе и выпускников, которые имеют не московскую регистрацию, а регистрацию любого другого региона Российской Федерации. Еще одна ключевая дата это дата окончания подачи заявлений на выбор единого государственного предметов для сдачи единого государственного экзамена. Эта дата не скоро еще наступит, но время идет быстро. До 1 февраля включительно 2021 года. Также по мере приближения этой даты мы будем тем, кто задерживается, настоятельно рекомендовать, напоминать, чтобы вовремя подать заявление. Ну и наконец у нас сегодня по сути предпоследний день и информация об этом была разослана своевременно. До 20 октября 2020 года буквально завтра истекает возможность поучаствовать в тренировочном экзамене по информатике, который с этого года будет происходить исключительно в виде компьютерного тестирования. Вот те, кто будет сдавать информатику и желал бы потренироваться, должны подать заявление на выбор ЕГЭ по информатике буквально до завтрашнего дня включительно. Пока никакого ажиотажа от направления, например, информатика и инженерия я не вижу, хотя информация была доведена и до кафедры информатики, и до ребят, и до руководителя Быкова Юрия Викторовича. Поэтому, кто еще не знал, буквально время есть. Да, кстати, обратите внимание, те, кто выберет, например, предметы для сдачи ЕГЭ сегодня, завтра, послезавтра и в ближайшее время, ничего не мешает вплоть до 1 февраля в уже поданное заявление вносить соответствующие корректировки и изменения, добавляя предметы, либо убирая ранее поданные. Теперь важный такой вопрос, он касается небольшой группы учеников, но я должен его озвучить в любом случае. При прохождении государственной итоговой аттестации определенная группа выпускников может претендовать на прохождение этого процедуры со специальными условиями, так называемыми. Спецусловия подразумевают дополнительное время для сдачи экзамена в размере полутора часов по предметам за исключением устной части по иностранным языкам там добавляется в 15 минут нормативным 30 минут дополнительно. Право на использование помощи со стороны ассистента или использование некоторых спецсредств. Право на спецусловия распространяется на ребят, у которых есть так называемые ограниченные возможности здоровья, подтвержденные заключением центральной психологи медико-педагогической комиссии Москвы или действующие справки об инвалидности. При подаче заявления, если имеется заключение ЦПМПК и справка об инвалидности, в соответствующем разделе выставляется галочка и прикладываются сканы и реквизиты данных документов. И если со справкой об инвалидности все более или менее понятно, она либо есть, либо ее нет, то заключение ЦПМПК это процесс, который требует усилий со стороны как самого ребенка, так и его законного представителя в виде записи на заседание этой комиссии ЦПМПК, также на портале Мосру это подается, ну и соответственно прохождение всех процедур, которые приводят в конечном итоге к получению этой справки, либо к отрицательному заключению ЦПМПК. Ну вот в прошлом году из восьми ребят, у которых были права на спецусловия, ни один не имел справки ЦПМПК. Все права на спецусловия получали исключительно на основании справки об инвалидности. На слайде имеются контакты центральной психологии медико-педагогической комиссии Москвы, ну в виде адреса соответствующего и ссылки на запись на портале мост.ру. Еще одна тонкость по этому вопросу. Один раз на моей памяти это было, когда у одного из выпускников было заключение ЦПМПК о Московской области. Не Москвы, а Московской области. Ну поскольку регистрация там и соответственно там получалось это заключение. Такое заключение не пройдет. Необходимо записываться на прием этой комиссии соответствующего субъекта Москвы, субъекта Российской Федерации проходить здесь, получать данное заключение, только после этого, если оно будет получено, появляются права на спецусловия. Каждый год выдача заключения ЦПМПК усложняется, поэтому чем ранее эта процедура начнется, тем больше вероятности, что заключение будет, ну, наверное, получено. Ну, и то, о чем Наталья Владимировна уже говорила, о порядке получения аттестатов и выставления отметок в аттестат. Среднеарихметическое полугодовых и годовых за два года обучения, но в действующем порядке выдачи аттестатов для претензий на аттестат с отличием необходимо на протяжении вот последних двух лет не только иметь одни итоговые пятерки по всем предметам учебного плана, но и подтвердить определенным количеством баллов ЕГЭ по русскому языку и математике. То есть, если, например, одиннадцатиклассник или одиннадцатиклассница заканчивает одиннадцатый класс и у нее по всем предметам пятерки, она сдает русский язык или он и математику, то по русскому языку и профильной математике набранное количество баллов не может быть менее семидесяти для того, чтобы сохранить право на получение аттестата с отличием. Если выбирается базовая математика, то по базовой математике отметка полученная должна быть не менее пятерки. Если я не ошибаюсь, это от восемнадцати и более первичных баллов из двадцати, которые можно получить, сдавая математику на базовом уровне. Ну и наконец, коротко о том, что в ближайшее время в рамках государственной итоговой аттестации будет. Это собственно итоговое сочинение темы для, не темы, а направление темы итогового сочинения объявлено в самом конце августа 2020 года. Их пять, они перед вами. Основная дата, напоминаю, 2 декабря 2020 года предварительно. И важно помнить, что в этом году мы не проводим оффлайн такое большое репетиционное мероприятие, но, как Наталья Владимировна сказала, первые буквально четверги после выхода с каникул в ноябре. У нас будет для ребят проведено своего рода тестовое написание итогового сочинения по темам, предложенным кафедрой словесности. Ключевой информационный ресурс, который все вопросы итоговой аттестации освещает и регламентирует даже на территории Москвы, это региональный центр обработки информации. Вы видите на слайде горячую линию, понятно, что в период проведения ЕГЭ дозвониться достаточно сложно, но возможно, я во всяком случае делаю это практически всегда. Ну и кроме того, есть возможность информацию оперативного характера посмотреть на сайте регионального центра обработки информации, ссылка на него также указана. Ну, наверное, у меня все, коллеги. Я один вопрос отвечу, он возник, поэтому я коротко все остальное в формате, скажем, если поступит, поступит, вопросы будут обработаны и выложу. Про итоговое сочинение. Ну, вы знаете, правила приема вузы готовят в настоящий момент и должны разместить на своих сайтах буквально до 1 ноября. и по проекту правил приема, которые разрабатываются вышкой, с этого года баллы, дополнительные баллы за перепроверку итогового сочинения в НИУ ВШЭ не будут выставляться. Но это проект приказа, проект новых правил приема, поэтому дождемся все-таки 1 ноября, когда эти правила будут официально опубликованы. Все? Сергей Александрович, спасибо большое. Уважаемые родители, очень много вопросов, все будут переданы нам. Для того, чтобы сейчас в ветке чата не потерялся ваш вопрос, по каждому вопросу будет ответ зафиксирован в отдельном документе. Мы сейчас, когда родительское собрание завершится, все материалы разместим в объявлении в электронном журнале. Как только мы снимем всю информацию по чату, это возможно, то есть буквально нам передадут все вопросы, которые вы задали. Мы на них подробно на все ответим. Завтра вы получите прикрепленный файл в том же объявлении с ответами на каждый вопрос. То есть свой вопрос вы обязательно найдете. Сейчас я постараюсь, может, на что-то ответить, но в этом даже не вижу пока смысла для того, чтобы не переживали остальные, что на ваши вопросы не ответят. Уважаемые коллеги, я снова к вам сейчас возвращаюсь для того, чтобы поговорить про последнюю тему на сегодняшний день, связанную с итоговым рейтингом выпускника. Я видел, было некоторое количество вопросов с этим связанных, и, может быть, мое выступление позволит на них ответить в том числе. Вообще, презентацию об итоговом рейтинге я для вас сделал в прошлом году, если мне не изменяет память, и с этой точки зрения задача лишь заключается в том, чтобы освежить ее в памяти. Некоторые слайды пройдусь достаточно быстро, некоторые слайды, значит, мы на них заострим внимание. Кто-то пишет, что не слышно меня в чате, если можно, дайте мне сигнал, если кто-то слышит. Все, вижу, что это, скорее всего, частные проблемы. Коллеги, если у кого-то звука нет, постарайтесь перезагрузить вебинар и зайдите снова. Спасибо большое. Значит, итак, про итоговый рейтинг. Да, мы уже говорили о том, что, и вы знаете, поскольку ваш ребенок учится в 11 классе, что мы стараемся не сталкивать лбами ребят, мы стараемся не создавать конкурентную среду, стараемся не делать вот этот вот, значит, рассол, в котором только чемпион, значит, имеет право на существование. Все ребята молодцы. И мы, скорее, за кооперацию, за дружбу и за все хорошие ценности. При этом рейтинг появляется, исходя из двух обстоятельств. Первое обстоятельство содержательное. Рейтинг — это ориентир на основные образовательные результаты лицея. Если лицей говорит о том, что он хочет развивать у учащегося исследовательскую компетентность, проектную компетентность и ответственность, три ключевых образовательных результата лицея, то это означает, что так или иначе эти способы измерения этого, хорошие или плохие, но какие есть, должны быть представлены, известны, и лицеисты так или иначе должны на них ориентироваться. А вторая причина заключается в том, что университет высшей школы экономики дает лицеистам с формальной точки зрения единственное преимущество, формальное, опять же, это скидка при поступлении на платную программу. Скидки есть у всех. на скидку может рассчитывать в общем-то практически любой человек, который поступает в высшую школу экономики, не обязательно лицеист, но у лицеистов есть своя особенная скидка, и про ее особенности я скажу. Но поскольку вышка не может предоставить каждому лицеисту скидку, то мы должны выявить тех, кто эту скидку получит. Это роль лицея, и мы должны эту роль, так сказать, оправдать в отношении университета. И поэтому мы вводим рейтинг. Значит, что еще важно сказать про рейтинг? Важно, чтобы всем было понятно, как он измеряется, в каких единицах он измеряется. Важно, чтобы баллы были открытыми. Важно, чтобы любой мог подставить свои образовательные результаты в этот формулу рейтинга и получить ровно то, что написано про него в открытой информации и мог себя сравнить с другими ребятами и увидеть, что никому никакие баллы не нарисованы, что у всех ровно то, что у них получается в соответствии с той моделью рейтинга, которая сейчас существует. Ну и наконец, есть у нас некоторая такая внутренняя, скажем так, тактическая установка, не тактическая, а тактичная. Она связана с тем, что мы публикуем 70% рейтинга верхней для того, чтобы оставшиеся ребята не чувствовали себя, скажем так, дискомфортно, при этом каждый из них может персонально обратиться и узнать свою позицию в рейтинге, если это ему понадобится. Теперь непосредственно про сам рейтинг, из чего он состоит. Значит, рейтинг состоит из трех параметров. Первый параметр это средний балл аттестата. Он очень важный, он очень устойчивый по сравнению с другими параметрами, поскольку накопительным образом формируется в течение двух лет обучения в лице. Выставляется средний балл аттестата, уже про это сегодня, кажется, немного было сказано, как среднее арифметическое всех отметок, которые будут у вас в аттестате. Как отметка появляется в аттестате, уже обсудили, и тут в комментариях в том числе, это среднее арифметическое шести оценок четырех полугодовых и двух годовых. Если у вас 5, 5, 5, 4, 4, 4 по математике, или по русскому языку, или по истории, то у вас в аттестат идет оценка 5. А потом, когда по каждому предмету понятна оценка в аттестате, вот среди этих оценок мы берем среднее арифметическое. И вот это среднее арифметическое является параметром, который используется в рейтинге. Оттуда только лишь исключается балл за индивидуальную выпускную работу. Почему? Потому что балл за индивидуальную выпускную работу это отдельный важный параметр рейтинга. То, насколько хорошо ребенок выполнил свою выпускную работу, значимый параметр, который оценивается в лице по двум шкалам. Сначала, и вы наверняка про это уже знаете, ребята получают балл по 30-бальной шкале. И только после этого она переводится в 5-бальную. В аттестат идет 5-бальная оценка, но в рейтинг идет 30-бальная оценка, поскольку она более дифференцирована. Скажем, ребенок, который получил 26 баллов, ребенок, который получил 30 баллов, имеют пятерку в аттестате, но при этом в рейтинге у одного сохраняется 26, а у другого 30. И в этом есть разница. И, наконец, третий параметр это балл за социально полезную деятельность. Ребята участвовали во многих активностях совершенно разных. Это было как до ухода на дистант, так и во время дистанта у многих были различные проекты. Сейчас, конечно, в этом году у нас ситуация несколько более напряженная, поскольку не каждый смог реализовать свой социальный проект к настоящему моменту. Но, и я про это еще позже скажу, проект, который может быть зачтен в качестве социально полезной деятельности, будет возможно провести вплоть до 30 марта 2021 года. Есть, во-первых, мы на это искренне надеемся, что мы точно успеем выйти в дистант до этого периода времени, и у ребят появится возможность реализовать накопившиеся у них инициативы в очном режиме. Тем не менее, существует немало активностей, которые реализуются и в формате онлайн. И те, у кого появляются идеи, они их реализуют. В частности, Наталья Владимировна приводила пример, как-то учащиеся являются цифровыми волонтерами, помогают преподавателям, детям на дистанции, есть совершенно другие творческие проекты и прочее. С этой точки зрения здесь по-прежнему возможности существуют, и заниматься оценкой этого параметра будет отдельно команда, которая наблюдает в настоящий момент за тем, как развивается ситуация с волонтерством. Теперь чуть-чуть подетальнее. Сейчас на экране перед вами формула, по которой считается рейтинг. Если она несколько пугающая, то пускай так не будет. Главное, что надо из нее понять, что здесь три слагаемых. Одно слагаемое это средний балл аттестата, балл за индивидуальную выпускную работу и балл за социально полезную деятельность. Можно сильно пока не вникать в комментарии и в коэффициенты. Давайте я лучше покажу графически, как это будет выглядеть. Может быть, так будет чуть-чуть понятнее. тот же эффект формулы на графике. Всего в рейтинге учащийся может максимально получить 135 баллов. Из них максимальное количество баллов он может получить за средний балл аттестата. Пятерка, то есть средний балл аттестата 5-0 приравнивается к 90 баллам в рейтинге. Ну и, соответственно, пропорционально можно посчитать, сколько будет, если у вас не 5-0, а 4,5-4-4-4 и так далее. Вы можете пропорцию составить. Баллы ИВР переносятся один в один. 30-ти бальная шкала, которая есть за ИВР, переносится точно так же один в один в рейтинг. И, наконец, социально полезная деятельность оценивается по 15-ти бальной шкале и также один в один переносится в ситуацию формулу расчета рейтинга. Почему социальная деятельность выделена отдельным цветом? Дело в том, что средний балл аттестата мы можем посчитать без участия ребенка. Эти данные у нас есть в электронном журнале, и мы сами считаем средний балл аттестата. Аналогичная ситуация с индивидуальной выпускной работой. Мы точно знаем баллы за ИВР каждого выпускника. То, что касается социально полезной деятельности, мы ведем учет некоторых проектов, мы знаем про некоторые проекты, но мы точно уверены, что мы не знаем всего, что интересного и полезного делали ваши ребята. Делали в лицее, делали за пределами лицея, да, то есть как бы добрые дела и полезные, они могут быть где угодно. И с этой точки зрения балл за социально полезную деятельность выставляется только по запросу самого лицеиста. Будет процедура весной, мы об этом дополнительно напишем, и в этой процедуре будет предложено каждому человеку, который хочет заявиться на баллы за социально полезную деятельность, заполнить определенную форму, рассказать, чем занимался, что делал, показать некоторые фотографии, может быть, мероприятия, если это было мероприятие, написать некоторое небольшое рефлексивное эссе или рефлексивный отчет о том, что произошло, что это тебе дало, этот опыт какой ты получил, приложить, если это было за пределами лицея, некоторую справку, грамоту, книжку волонтера, что-то, что подтверждает, что это действительно происходило, и далее вся информация, которую мы соберем таким образом по запросу, будет передана экспертной комиссии, которая будет состоять из сотрудников лицея, которая зафиксирует по каждой заявке то количество баллов, которое они посчитают необходимым этой заявке поставить. Чуть-чуть более подробно про то, как оценивается социально полезная деятельность. Опять же, этот слайд для вас не должен быть новым, поскольку в прошлом году мы с вами его обсуждали, ребята точно о нем знают, моя задача сейчас только лишь напомнить о том, как это устроено. Что мы хотим выяснить, что мы хотим зафиксировать в рейтинге в отношении социально полезной деятельности ребят? Нет трудоемкости. Есть ребята, которые участвуют каждый месяц в чем-то понемножку и так далее, но в чем-то одном простом. Есть ребята, которые участвовали один или два раза, но в чем-то серьезном. в рейтинге лицея, это наша осознанная позиция, балл за социально полезную деятельность напрямую связан с той ролью, которую на себя брал лицеист в проекте. Чем более ответственная роль и чем более крупный проект, тем больше баллов можно получить за социально полезную деятельность по этому критерию. Вы видите сейчас на экране вот эту матрицу из возможных вариантов роли исполнитель. Это когда ты приходишь в проект, тебе говорят, ну вот у нас будет дискотека, будешь декоратором? Да, буду декоратором, вырезаешь, украшаешь и так далее. Или черити-маркет, готовишь блинчики, собираешь деньги на помощь тем или иным и так далее. То есть тебе поручают, ты выполняешь. Другая сторона медали, это если ты руководишь проектом. Ты придумываешь, ты ищешь людей, ты договариваешься, ты отвечаешь за результат, ты согласовываешь мероприятия, другой уровень ответственности. Есть промежуточная роль, которая в основном появляется в крупных проектах, иногда в локальных она тоже присутствует, но в основном это роль крупных проектов, когда есть большой проект, например, организация мероприятий, и внутри есть разные подразделения. Есть подразделения, которые занимаются техническим обеспечением мероприятий, есть подразделения, которые занимаются хореографией на концертах, есть подразделения, которые еще чем-то занимаются, и у каждого подразделения есть свой мини-руководитель. Вот он называется координатор, это тоже ответственная роль, потому что ты с одной стороны получил задание от руководителя всего проекта, с другой стороны у тебя есть тоже задачи, которые ты должен Он должен выполнить, привлечь людей, обеспечить качество и так далее. И с этой точки зрения координатор получает чуть больше баллов, чем исполнитель, но меньше, чем руководитель. И, как видно из таблицы, балл также зависит от масштаба мероприятия. То есть если на мероприятии или в проект было вовлечено до 100 участников, то есть ваш проект повлиял менее, чем на 100 участников, это один параметр, одни баллы. Если более, чем на 100 участников, это другие баллы. Эта модель не бесспорная, но вообще оценить ответственность – это абсолютно сложная задача. И здесь скорее попытка увидеть ответственность в тех аспектах, в которых лицеисты с удовольствием ее проявляют или могут проявить, чтобы не создавать искусственных ситуаций, где нужно эту ответственность проявить. То есть мы наблюдаем за тем, что лицеисты делают, и, исходя из этого, пытаемся вот такую некоторую модель этой оценки составить. Важно знать, что лицеист может подать заявку не только на одно мероприятие, но и на два, если он участвовал в разных проектах. И если он подал заявку на два проекта или на два события, то баллы, которые будут присуждены за первую и за вторую заявку, будут просуммированы. Но если вдруг сумма окажется больше 15 баллов, то лицеист все равно получит максимум 15 баллов. С этой точки зрения это более выгодно такой подход делать для исполнителей, у которых количество баллов не очень высокое. Если руководитель заранее знает, что он точно получит 15 баллов, потому что он руководил крупным проектом, то, может быть, нет смысла вторую заявку ей подавать. Повторюсь, я помню, что все мероприятия должны быть закончены до 30 марта 2021 года. Мы очень надеемся, что до этого периода возможностей еще достаточно много, как на дистанте, так и в очном режиме. Вот Елена пишет, что ребенок хочет участвовать, но негде. Мы совершенно не разделяем такую точку зрения по той причине, что лицей не является пространством, которое предлагает ребенку в чем-то поучаствовать. Это инициативная вещь. Во-первых, не каждый ребенок в принципе в чем-то участвует. Кто-то делает ставку на ИВР и на оценки. Говорит, ваша социальная деятельность меня не очень интересует. И тогда это вполне возможное развитие событий, и так происходит нередко в лицее. Но совершенно точно лицей не является инициатором участия ребенка в чем-то. Ребенок является инициатором. Придумал проект, нашел ребят, запустил его, разрекламировал, сделал что-то полезное. Вот в этом суть социально полезной деятельности в данном случае. Теперь немножко про то, что дает рейтинг в высшей школе экономики. Значит, вышка дает право получить скидку 70% наших выпускников. Вы знаете, что начиная с прошлого года рейтинг определяется не в целом по лицею, а по учебным направлениям. То есть отдельный рейтинг будет у направлений МОТЭК, МОТЭНФО, СОЦЭК и так далее. У каждого направления теперь свой рейтинг. Но количество мест от этого не изменилось. Также на каждом направлении 70% выпускников имеют право получить скидку при обучении вышки на платной основе. На этом слайде написано, кто получит какую именно скидку. Скидка может быть 70%, 50% и 25%. И вы видите, какое место в рейтинге, какая позиция в рейтинге предполагает какую скидку в данном случае. Чем отличается скидка лицея от скидки вышки? Значит, скидка, которую вышка дает своим абитуриентам, всем, действует только первый год, безусловно. А на следующие года, значит, для того, чтобы сохранить скидку, нужно подтверждать эту скидку высоким местом в рейтинге своего курса. И это непростое дело, находиться там, скажем, в топ-15% своего курса. Во-первых. Во-вторых, непростое дело, в принципе, свыкнуться с мыслью, что вы поступили в вышку со скидкой, но, возможно, на второй год обучения эта скидка сгорит, и вы окажетесь в непростой финансовой дилемме. То есть либо надо менять университет, либо заплатить в три раза больше, чем вы платили до этого. И это сложно. Скидка, которую вышка дает лицеистам, действует все четыре года. Значит, с нее тоже можно слететь, но для этого надо постараться. Для этого надо или пойти на пересдачу, или получить, соответственно, низкие оценки на сессии, но не надо быть лучшим из лучших на курсе. Да, достаточно просто, хорошо учиться. И с этой точки зрения это гораздо больше гарантии финансовой, в первую очередь, для того, чтобы ими воспользоваться. Отдельно хочу сказать еще и, в принципе, про платное обучение как таковое. В общем-то, в наше с вами время платное обучение воспринималось как что-то, ну, скажем так, может быть, не супер достойное в чем-то, да, что не смог поступить и так далее. В отношении высшей школы экономики это стопроцентный миф. Если вы знаете проходные баллы на образовательные программы бакалавриата вышки, ну, допустим, возьмем некоторые программы факультета компьютерных наук, да, 303 балла из 310 возможных – это проходной на бюджет. Ну, получается, ты можешь 3 ЕГЭ сдать на 100 и не поступить на бюджет. Ну, разве можно сказать, что это ребенок, который чего-то не смог добиться? Это потрясающе умный ребенок, фантастически умный ребенок. Но он из-за такой суперконкуренции, да, не может поступить на бюджет. И так практически на всех образовательных программах университетов. Поэтому платное обучение в вышке – это абсолютно нормальная стратегия поступления в этот университет. И хорошим подспорьем для этой стратегии является как раз вот эта система скидок. Что еще можно сказать про порядок предоставления? Последнее, я не прокомментировал этот пункт, который у меня здесь написан. Скидка предоставляется… Предположим, что вы получили право на скидку 70%. Но у вышки есть еще одно условие для того, чтобы вы могли его использоваться. Надо не очень плохо сдать ЕГЭ. Что значит не очень плохо? Значит, для того, чтобы воспользоваться скидкой, вы должны от проходного балла на бюджет не добрать не более 60 баллов, если это очень высококонкурентная программа. Высококонкурентной программой считается программа, у которой 280 проходной на бюджет и выше при трех экзаменах, или 380 и выше при четырех экзаменах. Ну вот, допустим, рассмотрим ту же ситуацию с факультетом компьютерных наук. Вот, предположим, у них 300 из 310 проходной на бюджет. Это считается высокорейтинговой образовательной программой. Это означает, что вы можете воспользоваться скидкой, которую вы получили в лице, если вы наберете по сумме ЕГЭ 240 и больше, то есть не доберете 60 баллов. Но если вы наберете меньше 240, 239, 235, то воспользоваться лицейской скидкой возможности не будет. Конечно, потрясающая разница между проходным баллом 300 и баллом 240, но это тоже немало. С этой точки зрения нельзя просто забить на ЕГЭ, заплатить деньги и прийти в университет. Все равно университет выставляет некоторые минимальные требования, они тоже высоки, но более подъемные, по крайней мере, для выпускников лицея совершенно точно. Ну вот, в целом, а, наверное, еще самое последнее, что я скажу, что не все образовательные программы университета предоставляют право скидки. Об этом детально можно будет посмотреть вот 1 ноября, до 1 ноября, если я не ошибаюсь, университет опубликует новое положение о скидках в следующем году. И можно будет с ним познакомиться на сайте, значит, Высшей школы экономики. Там будет перечислен тот набор образовательных программ, на которые скидка не распространяется. Такие программы есть, их небольшое количество, около 10 образовательных программ в Ишке существует, на которые нельзя поступить со скидкой, даже если ты ее получил в лице. Но их количество ограничено. Поэтому давайте дождемся публикации нового списка, и после этого можно будет точно сказать, на какие направления скидка предоставляется, на какие. Наверное, у меня основная информация вся. Также я думаю, что сейчас, чтобы вас сильно не задерживать, мы соберем вопросы, которые есть, и на них дадим ответ, постараемся завтра это сделать. Соответственно, будет возможность у вас с этим познакомиться. Спрашивают, где конкретно будет опубликован список программ без скидки. Значит, есть сайт Высшей школы экономики, ВВВ ХСАЕРУ, у них есть раздел студентам бакалавриата, или там раздел поступающим, называется, поступающим. Вот в этом разделе есть перечень документов для тех, кто поступает. Среди них публикуется положение о скидках. Это нормативный документ. Вот он является ключевым и основным, в котором прописаны все условия получения скидки, того, как можно слететь со скидки, на какие программы распространяются скидки и все остальное. Вот можно познакомиться с этим документом за предыдущий год, либо подождать, и до 1 ноября уже выйдет тот документ, который будет касаться непосредственно ваших ребят, которые будут поступать в 2021 год. Каждый день мониторить не нужно. 1 ноября этот документ должен быть опубликован в Высшей школе экономики. Мы не готовим этот документ. Этот документ готовит университет. Спрашивают, будет ли действовать скидка, если ребенок поступит в университет не сразу, а через год. Нет, скидка действовать не будет. Скидка действует только в год ее получения, то есть только в год выпуска из лицея действует скидка, а также скидка не распространяется, если вы будете поступать в филиалы Высшей школы экономики. Вот, пожалуй, у меня все. Вопросы, вижу, что их больше, чем мы сейчас можем себе позволить, потому что другие собрания уже где-то идут, где-то начинаются, но постараемся на все вопросы подробнее ответить. Спасибо. Так, кажется, я последний из коллег, который выступает на этом собрании, поэтому хочу пожелать вам хорошего вечера, передавайте привет лицеистам, которые на дистанте. Нам без них скучно, им, наверное, без нас тоже. Хотелось бы на это надеяться. Вот, будьте здоровы и всего самого доброго, будут вопросы, пишите нам. Всего хорошего. Спасибо. 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 .